Если у нас в парадоксе Бродобрея, парадоксе Норрса, у всех Норрс, шло отождествление предикатов, которые не могли быть отождествлены, то у нас в парадоксе лжеца идет отождествление неявных двух суждений. Мы имеем не одно суждение, а два суждения, и отождествляем субъект. Давайте смотреть. Извините, можно его сформулировать? Да, да. Я всегда лгу. Ой, что я не знаю. Наоборот, вам помню, как я всегда лгу. Просто я лгу. Просто я лгу. Вот прямо сейчас я лгу. Я лгу. Это истинное или ложное суждение? Если это истинное суждение, то я лгу, значит оно ложное. А если оно ложное, я лгу, значит оно истинное. Это классический парадокс. Разрешения его нет. Вот так и считается, что вот и парадокс. Типа как это сонно, это когда человек не может сказать правду, да? Или когда говорит неправду. Там, ты спишь, сплю. Ну, да. Из этой же оперы, что ли? Значит, казалось бы, что мы имеем здесь вот с этим суждением? Мы имеем х лжет. Мы пока не рассматриваем его логический лжет, да? Вот я хочу. Х просто буду обозначать, да? Вот. То есть мы имеем вот такую структуру этого суждения. Логический субъект х и предикат лжет. Но, но, здесь есть маленький подвох. Если это суждение записанное на бумаге, вот просто лежит на бумаге. Просто лежит и написано, я лгу. Никто не... Просто глазами посмотрели, является это парадоксом? Это не является парадоксом. Но если я считаю, что высказывание... Нет, просто вот лежит. Вот х лжет, лежит и написано на бумаге. Потому что я лгал, да? Я лгал. Нет, то есть неважно. И лгал, и лжет, и неважно. Нет, может быть, это высказывание лжет. Может, так? Вот, нет. То есть я его знаю. Если вот в такой форме записанное высказание лежит на бумаге, можем утверждать, что оно истинное или ложное. Х лжет. Субъекта нету, да? Нет, субъект логически есть, но нету предмета. То есть нет, о чем это говорит. То есть просто само по себе, если х лжет, что идет за дном дождь, да? Мы можем посмотреть, проверить, или он лжет, что там чего-то кто-то украл там, да? То есть сама форма вот этой записи, формальная, логическая, не может быть ни истинной, ни ложной. Поэтому вот это тоже записанное на бумаге само по себе, вот просто лежит в суждении. Мы не можем сказать, оно истинное или ложное. Вот, а почему? Потому что... А когда возникает парадокс? Когда мы записываем это вот в такой форме. Y сказал XL. То есть вот когда... То есть форма вот эта идентична не этой форме, а вот этой. Некто сказал XL. И когда мы вместо Y и X подставляем Я, сливаем... То есть у нас здесь два суждения. Два суждения. Суждение X сказал, X лжет. И второе суждение. Y сказал, X лжет. И когда мы Y отрождествляем с X и приравниваем Я, мы получаем Я лгу. То есть по сути, Я лгу, Я лгу. Это два суждения, в которых отрождествлены логические субъекты. Y и X. И если мы задаемся вопросом, значит у нас получается суждение такое Я сказал Я лгу. Вот истинная форма этого суждения. Теперь давайте выясним. То есть нам нужно выяснять, каковы условия истинности вот этого суждения, а не этого, да? Вот этого суждения. Я сказал, за окном идет дождь. Это истинное или ложное суждение? Неистинное. Истинное. Независимо от того, идет дождь, не идет дождь. Я сказал, я сказал, что бы я ни сказал, это будет истинное суждение. И любой человек, который сказал, я лгу, это будет истинное суждение, только по факту, если он это произнес. Поэтому, а выяснять, является ли истинным или ложным, вот это то, которое было написано на бумаге, о котором мы говорим, это отдельная история. То есть, сам парадокс возник из-за того, что неявно в нем существует два суждения вместо одного, и у этих двух суждений был один и тот же логический субъект, я. И поэтому пришло отождествление, слияние. Вот. А если их разъединить, то вопрос истинности этого суждения, блин, не становится каким-то тривиальным. Либо оно просто истинное, потому что я это сказал, а если нужно выяснять я лгу или лгу, а это же о чем я лгу? Вот такой парадокс. А если записать его в формулировке, что это высказывание ложное? Там то же самое получается. Я это расписывал где-то, значит, там получается тоже два суждения. То есть, одно суждение то, которое написано, и еще второе суждение, которое высказывается об этом суждении. И та же схема. Нет, здесь есть просто момент рекуренции. То, что можно назвать им перформанс или что-то, когда в самом суждении высказывается нечто о том, что это суждение. Тогда мы должны разделить это суждение. То есть, если мы должны анализировать логику, да, логическую, мы должны выявить его логическую форму. А логическая форма состоит из двух суждений. Вот. И выяснять нужно уже тогда истинность общего суждения, а не вот именно забутывание вот ситуации, когда мы сливаем два суждения в одно, два суждения в одно. Получается вот таким парадоксом. Тут же еще, на самом деле, очень сильно завязана вот на эту я лгу такая вещь, как рефлексия. Ну, или самосознание. Ну, вот когда я рефлексирую, я действительно сознаю самого себя, потому что же нет, или нет. Эта рефлексия, если мы разбиваем на два суждения, разбиваем, она пропадает. То есть, когда я слитый, получается, я говорю, я-я. Но когда мы разделяем, разделяем, тут уже как бы особой рефлексии нет, потому что я могу вместо этого подставить все, что угодно. Я сказал, идет дочь. Правильно, когда, тут же даже есть рефлексия, я, например, когда просто воспринимаю нечто, это одно. А когда я пытаюсь схватить самого себя, как вот... Ну, нет, здесь... Как же я заходил за свой пост. Я не знаю вообще, насколько это важно с точки зрения логики и развития. Но с точки зрения, вот скажем, парадокса Бродаврея, формулировка существования абсолютной и локально-контрадикторных противоположностей, она очень много проясняет. Во многих вещах проясняет. Появился язык, на котором можно сформулировать, в чем парадокс, почему парадокс возник. То есть там все ясно. Здесь вроде тоже ясно, что мы имеем, по сути, два логических субъекта. Один в самом высказывании, я лгу, да, а второй, который это произносит. Я произношу, я лгу. И мы их отречисляем. Ну, вот тоже причина парадокса отречисления двух логических субъектов. Продолжение следует...